Здравствуйте! Вы смотрите новости ЖТСУ. В студии прямого эфира Антон Хатиновский. Сурдоперевод осуществляет моя коллега Айгуль Стамбекова. В Казахстане увеличились посевы картофеля, сахарной свеклы и риса. Под предварительные итоги проведения весенних полевых работ рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова. В режиме селекторной связи были подключены регионы, в том числе и области ЖТСУ. Как отметил министр сельского хозяйства, в текущем году общая посевная площадь составила почти 23,5 миллиона гектаров, что больше по сравнению с предыдущим годом более чем на 68 тысяч гектаров. Премьер-министр подчеркнул, что на сегодня посевной сезон даже в северных регионах завершается. Правительством были решены все вопросы финансового и материально-технического обеспечения компании. В ходе заседания был рассмотрен еще один вопрос о принимаемых мерах гарантии безопасности на водоемах в летнее время. Алихан Смаилов указал на недостатки. Так, в областях Абая, Улытау и ЖТСУ до сих пор не утверждены официальные места для купания. Глава правительства отметил, что в республике ежегодно тонн порядка 300 человек, из них около 100 дети. В этой связи Акиматам регионов совместно с МЧС поручено активизировать работу по установлению безопасных мест для купания людей с информированием об этом населении. Новую жизнь музею. 338 миллионов тенге потратят на реставрацию мемориального комплекса Алтын-Емель имени Шокана Валиханова. Средства были выделены из республиканского бюджета по поручению главы государства Касымжо Марта Тукаева. Генеральный план проекта реставрации всего исторического комплекса был представлен Акиму области ЖТСУ Бейбиту Исабаеву. Работы по обновлению музея, реконструкции памятника и благоустройства территории будут вести республиканское государственное предприятие КАЗ Реставрация. По задумке дизайнера-конструктора, модернизирует интерьер исторического учреждения в соответствии с современными требованиями. При этом будут сохранены все экспонаты. Установят сенсорные LED-экраны, где будет размещена информация о Шокане на трех языках. Бейбиту Исабаев поручил уделить особое внимание системе отопления музея, так как зимой температура в залах не превышает 12 градусов. Отметив, что при таких условиях сложно будет сохранить ценные экспонаты в первозданном виде. Продолжение следует... Все работы будут выполняться профессиональными специалистами. 8 июня 2022 года для жителей края ЖТСУ стал поистине исторической датой. Именно в этот день постановлением президента состоялось разделение тогда еще Алма-Атинской области на два самостоятельных региона. Один из которых ныне именуется областью ЖТСУ. В тот год на референдуме 5 июня на роль главы края было выдвинуто две кандидатуры, а 11 июня Акимом новоизбранной области стал Бейбит Исабаев. Однако мало кто знает, что тяжесть этой трудоемкой работы легла на плечи депутатов областного маслехата. За первую сессию было создано 4 постоянных комиссии, работавших по направлениям экономики, социальной сферы, сельскохозяйственного и жилищно-коммунального хозяйства. Как складывалось становление новообразованной области, с какими трудностями приходилось сталкиваться в работе, поделилась председатель областного маслехата Гульнара Тойлыбаева. После разделения Алма-Атинской области встал вопрос об официальном установлении границ между двумя регионами. Депутатами маслехата были приняты рекомендации по вопросам территориальных границ и занимаемой площади областью ЖТСУ, в которой насчитывается 8 районов и 2 города. Для утверждения географической карты региона эти рекомендации были направлены на рассмотрение в правительство. В рамках указа главы государства депутатами маслехата новообразованной области ЖТСУ на первой сессии был утвержден график рабочих встреч Акима региона с населением. Согласно этого плана, диалог с общественностью должен проводиться не менее двух раз в год. С того момента начались рабочие поездки Бейбата и Сабаева в регионы. До конца года глава края встретился с жителями всех районов и городов области ЖТСУ. «Нами был разработан график встреч Акима области с жителями районов и городов, с которым мы ознакомили население региона, ведь жители должны заранее знать о них, чтобы подготовить список проблемных вопросов и предложений. Поэтому нами была проведена такая работа». 2022 год для депутатов маслехата новообразованной области ЖТСУ был плодотворным и весьма насыщенным. За короткий период было проведено 15 сессий, 7 созывов. За период с 8 июня 2022 года по 19 января нынешнего было принято 46 решений. «Все эти решения касались дальнейшего социально-экономического развития области ЖТСУ. К тому же, каждое решение было взвешено и принято депутатами маслехата. Так как в регионе у нас существует четыре комиссии, все озвученные важные для края вопросы находятся на их контроле». 2022 год стал для всех нас и годом выборов. Начиная с референдума и заканчивая избирательной кампанией по выборам президента. Задача маслехата – призывать население к голосованию, проводить агитационную работу. Однако деятельность депутатов не ограничивается лишь этим. «Перед нами стоял серьёзный выбор на роль главы региона. Большинством голосов, а это порядка 85%, депутаты выбрали действующего Акима области, выбитая Сабаева». Немаловажную роль в становлении новообразованной области сыграл и бюджет, выделенный государством. Если в прошлом году сумма финансирования составила 357 миллиардов тенге, то в нынешнем область получила порядка 470 миллиардов. В то же время доход достиг почти 74,5 миллиардов тенге. От бюджета зависит развитие нашей области, в том числе строительство новых социальных объектов. К примеру, в прошлом году было сдано в эксплуатацию 6 новых школ, а это в свою очередь влияет на улучшение качества образовательного процесса. Наряду с этим возросла и сумма налоговых и других сборов казну государства. План выполнен на 107,1%, а это показатель успешного развития области. Вместе с тем увеличилось и число членов четырёх постоянных комиссий при Маслихате. На сегодняшний день ими поднимаются различные социальные вопросы, в том числе трудоустройство людей с инвалидностью, а также контроль над выделяемыми им квотами. Результатом кропотливой работы депутатов Маслихата стали и такие проблемы, как снижение фактов суицида среди несовершеннолетних. И это лишь малая часть возложенных на плечи народных избранников вопросов, от решения которых зависит здоровье общества, признаётся Гульнар Тойлыбаева. «Немало внимания нами уделяется и таким темам, как повышение социального благополучия граждан, развитие сёл. И хотя мнений на встречах бывает много, но цель при этом у нас одна – служить народу. Ведь наши избиратели нам доверились. Они нас выбрали, а значит, мы должны оправдать. Это доверие своей работой. А депутатский значок на наших лацканах – это не просто знак нашего статуса, а большая ответственность перед народом». Стоит отметить, нынешний состав областного Маслихата обновился на 75%. Причём большинство депутатов – из категории молодёжи. И это радует, признаётся председатель областного Маслихата. Ведь с их видением и новыми идеями народные избранники сообща смогут направить все усилия для развития экономики и социального потенциала области. «Каждый наш житель не должен оставаться в стороне от решения существующих проблем, будь то вопросы благоустройства или сохранения социальных объектов, бережного отношения ко всему окружающему нас – уличным фонарям, остановкам или зелёным насаждениям. Лишь тогда наша область станет процветающей и выйдет в число передовых регионов страны. Поздравляю всех жителей края ЖТСУ с годовщиной». Общественные советы показали, что способны быть связующим звеном между органами власти и населением. На днях в здании областного дома «Дружба» состоялось заседание Общественного совета области ЖТСУ под председательством Ергазы Кашанбекова, на котором были рассмотрены два важных вопроса. Кроме того, были заслушаны отчеты о проделанной работе руководителей областных управлений, земельных отношений и финансов. Жители области, особенно сельских аграриев, остро волнует проблема дефицита пастбищных угодий, а также вопрос неиспользованных земель. По словам ответственных лиц, перед ними стоит задача помочь землевладельцам использовать земельные наделы с пользой. По поручению главы государства нами ведётся работа по изъятию неиспользуемых земельных участков. В прошлом году было возвращено 128,5 тысяч гектаров. В этом году планируем вернуть 220 тысяч, в том числе пассивные земли, сенокосные и пастбищные угодья. На сегодняшний день в районах и городах области ведётся соответствующая работа. После утверждения планы, что земли будут изъяты в пользу государства. На данный момент со стороны госорганов землевладельцам выдаются листки предупреждения сроком на один год. Если в течение этого времени граждане не будут использовать земли по целевому назначению, то они будут возвращены в государственную собственность в судебном порядке. 2,5 тысячи заявлений о банкротстве подано в области ЖТСУ с начала этого года. Об этом было сказано в ходе брифинга для представителей СМИ. Как стало известно, количество желающих объявить о своей неплатежеспособности только за последние три месяца выросло в три раза. При этом лишь 16% заявителей получают одобрение. Причина отказа – несоответствие требованиям. Когда срок просрочки платежей по кредиту составляет менее года, не указан супруг, отсутствуют документы о проведении процедуры урегулирования с банками и другое. Стоит отметить, что существует три вида. Это процедуры банкротства, судебное восстановление платежеспособности и самая удобная процедура вне судебного вопроса. Но реализуется она только в случае, если у заявителя нет имущества, а задолженность перед банками составляет не более 5 миллионов тенге. Специалисты напоминают, что банкротство – это не кредитная амнистия. И наряду с тем, что у данного закона есть плюсы, нельзя забывать и о его последствиях. До подачи заявления необходимо взвести свое решение, подумать, насколько это будет правильным, поскольку должник после применения банкротства не сможет в течение 5 лет получать кредит. И также будет проводиться финансовый мониторинг. То есть, если у должника вдруг после признания банкротом имущество, положение изменится, и он сможет более 30% своих займов оплатить, то в данном случае процедура будет у нас отменяться. Летим в лето. Аэропорт Алдыкургана перешел на летний режим. С мая увеличено количество рейсов. Об этом стало известно на брифинге с представителями авиакомпании ЖТСУ. Так, регулярные маршруты в Астану из центра области отныне выполняются не 4 раза в неделю, а ежедневно. А полеты в Уширал 2 раза в сутки. Рейсы в столице осуществляет авиакомпания «Казакэйр» на современных комфортабельных самолетах канадского производства вместимостью до 89 пассажиров. А рейсы на Алакуль авиакомпания ЖТСУ на воздушных судах вместимостью до 19 человек. Для обеспечения безопасности полетов принимаются все возможные меры. Производится досмотр пассажиров, багажа и ручной клади. За техническим состоянием воздушных судов следит инженерно-авиационная служба. Стоит отметить, что на особым контроле находится и состояние аэродромов. У нас аэровокзальный комплекс аэродрома города Талдыкурьян составляет пропускную способность. То есть 100 пассажиров в час. Для удобства пассажиров имеются все необходимые ресурсы, материалы. То есть имеется комната матери-ребенка с маленькими детьми, а также касса, кафе. Продолжение следует... В том числе и синтетические наркотики. На сегодняшний день более 40 из них прошли добровольное лечение. Также участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся здоровья молодежи. В частности, вред от употребления вейпов, электронные сигареты. Нашли широкое распространение среди подростков. В ходе встречи были внесены ряд предложений о мерах урегулирования данной проблеме. В каждой школе на регулярной основе будут проводиться беседы с несовершеннолетними в рамках классных часов и специализированных курсов о вреде наркотиков. Сегодня у нас состоялось первое заседание Совета по поддержке молодежи при партии «Аманат». Данный Совет несет рекомендательный характер местным исполнительным органам, а именно поднимает на своей площадке актуальные вопросы молодежи. Сегодня мы рассмотрели три вопроса, самых актуальных. Это распространение электронных сигарет и вейпов среди школьников и подростков. А также второй вопрос – это распространение наркотических средств, в том числе и синтетических наркотиков, среди молодежи. Отныне жителям сельского округа Баши Кирбулагского района будет оказываться действительно скорая помощь. Руководство завода «Алацем» подарило местному населению новый медицинский транспорт. Ключи от автомобиля в торжественной обстановке вручил директор товарищества Кирбулага Щербаков. Всего в округе проживает более трех тысяч человек. Медицинские услуги им оказывает четыре учреждения. Новый автомобиль скорой и неотложной помощи передан больнице в селе Баши, при которой до этого имелся только один устаревший спецтранспорт. Сегодня в данном медцентре работает 21 сотрудник. Стоит отметить, что руководство завода «Алацем», расположенного в Кирбулагском районе, оказывает и другую поддержку населения. Принимает участие в благотворительных акциях, таких как дорога в школу, а в зимний период от компании было предоставлено жителям села Баши 450 тонн угля. Население села давно нуждалось в таком медицинском транспорте. Этот вопрос неоднократно поднимался. Очень здорово, что руководство цементного завода «Алацем» решило сделать такой важный подарок. Теперь в центральной районной больнице имеется свой реанимобиль стоимостью 28 миллионов тенге. Это значит, что пациентам будет оказана качественно неотложная помощь. В рамках фестиваля славянской письменности и культуры для юных тадокурганцев в стенах Дома Дружбы был организован благотворительный концерт. В ходе мероприятия юными гастролерами из Алматы на суд маленьких зрителей были представлены две театральные постановки. «У меня зазвонил телефон» по рассказу Корнея Чуковского и «Один час доброты», автором которого является президент Детского благотворительного фонда «Право на жизнь» Мария Макарова. Творческая мастерская существует уже на протяжении четырех лет. Она уникальна тем, что вместе с норматичными детьми здесь занимаются мальчики и девочки с особыми потребностями от пяти до пятнадцати лет. Всего в мастерской 16 ребят. За время ее существования было поставлено 10 спектаклей. Юные артисты являются ведущими телепередачи, выступают на демаломанических приемах, фестивалях, городских и республиканских мероприятиях, а также ездят на гастроли. Спектакли, учащие любви, прощению, доброму отношению к себе и окружающему миру были очень тепло приняты зрителями. Сегодня мы выступали на сцене Дворца дружбы Ассамблеи народа Казахстана в рамках фестиваля славянской письменности. Мы очень благодарны Талдыкурганцам за гостеприимство. Мы приехали из Алматы. У нас сегодня приехало 13 деток. Не все детки смогли приехать, некоторые заболели, но для них мы сегодня выступали. Мы показываем два спектакля. Веселый детский спектакль по стихотворениям Корнея Ивановича Чайковского. У меня зазвонил телефон. И взрослый спектакль-драма «Один час доброты» в поддержку мира на земле. Я играю в спектакле «Муха-цикотуха» персонажа Муху. Этот спектакль написан по сказке, рассказу Чайковского. Эта сказка учит добру. Я хочу, чтобы все люди на земле были добрыми. Жизнь президента в фотографиях. В галерее изобразительного искусства в городе Талдыкурган прошла выставка, посвященная 70-летию Касымжо Марта Токаева. Экспозицию смогли посетить горожане и гости города. На всеобщее обозрение были выставлены более 20 красочных картин, повествующие о жизни президента с молодейских лет и до сегодняшнего времени. Ряд снимков повествует не только о знаменательных событиях из жизни главы государства, но и подчеркивают его моральные ценности и принципы, что вызывает особый интерес у подрастающего поколения областного центра. Данная экспозиция имеет название «Наш президент». Она проводится согласно годовому плану нашей галерии. Здесь представлены изображения разных периодов из жизни главы государства. Посредством данного мероприятия мы хотим популяризировать идею создания нового Казахстана среди нашей молодежи, чтобы они в дальнейшем приняли участие в построении современного государства и были патриотами нашей страны. Выставка, начиная с маленьких лет до сегодняшних, все отражается здесь. Здесь участвовали наши школьники, молодежь. Они тоже очень довольны, чтобы такое вот событие, вот просто желаю почаще было, чтобы наши дети видели, слушали, побольше знали о наших президентах, вообще о наших выдающихся людей, которые заслуживают вот такой почет. Спасибо, кто это организовал, спасибо большое всем. Пусть у нас будет всегда мир, счастье, благополучие, пусть всегда будет солнце. В Аксусском районе увековечили память известного писателя края ЖТСУ Жамао Бухарбая. Каменную стелу установили на аллее поэтов в селе Есбалатов на Малой Родине выдающейся личности. На торжественной церемонии открытия памятника присутствовали представители творческой интеллигенции края, аксакалы и родственники известного писателя. Жамао Бухарбай родился в 1949 году в Аксусском районе в селе Есебулатов. Получил высшее образование в Казахском национальном университете имени Альфараби. Трудовую деятельность начал с должности корреспондента в областной газете «Жеруёк». В разные годы работал главным редактором в районных изданиях. Жамао Бухарбай – поэт, всю свою жизнь посвятивший творчеству. Он автор таких произведений, как «Баспалдахтар», «Пирык-Знахат», «Жайдарман», «Любимый край», «Стихи поэмы» и других. Открытие мемориального камня поэту-земляку является благим делом. Оно воплотилось благодаря деятельности общественных активистов края. Это очень волнительно и трогательно, что в честь памяти моего родного брата установили такой мемориал. Нас в семье было четверо. В живых остался только я, самый младший среди братьев. Жамао Ага, как самый старший ребёнок в семье, принимал активное участие в нашем воспитании и становлении. Его роль неоценима, выражая огромную благодарность своим землякам, которые увековечили его память. Каменное изваяние в честь Жамао Бухарбая стало первым памятником на аллее поэтов в селе Исибулатов. На сегодня здесь высажено свыше ста саженцев яблони и хвойных. Заместитель Акима Аксулского района Газиз Ишанов в своей поздравительной речи призвал земляков продолжать популяризировать наследие выдающихся казахстанских деятелей из разных сфер, чтобы воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма. Его стихотворение воспевает любовь к родине, родной земле, казахскому языку и природе. Жамао Бухарбай оставил богатое поэтическое наследие. Его произведение поистине кладезь мудрости и нравственности, которые необходимо передавать молодому поколению. На мероприятии гостям были подарены книги, состоящие из произведений Жамао Бухарбая. Их подготовкой и изданием при поддержке местных исполнительных органов занималась ученица поэта Жанар Рахипова. По окончании официальной части был дан поминальный аз. Внимание жителей региона! Сотрудники полиции области ЖТСУ разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю жительницу села Аулия-Агаш Панфиловского района Азерия-Ербасын. 4 июня несовершеннолетняя девочка ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Была одета в черный свитер, черные джинсы и белые кроссовки. Особые приметы. Подросток среднего телосложения. Глаза карии. Волосы черные, длинные, ниже плеч. Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней девочки или любыми другими данными о пропавшей, просьба сообщить по номерам телефонов. Плюс семь, семьсот пять, пятьсот девятнадцать, десять, двадцать один. Плюс семь, семьсот семь, семьсот восемьдесят шесть, сорок шесть, тридцать. Плюс семь, семьсот семьдесят один, четыреста девяносто два, десять, ноль семь. Или просто по телефону сто два. Таким был день сегодняшний глазами наших корреспондентов. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. И только хороших новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok